Всем привет! Вы на канале Вязание с Крокос. Меня зовут Ольга. Добро пожаловать! В сегодняшнее видео, как вы уже поняли, конечно же, из названия, да и вообще из кадра, будет распаковка посылки. Это мой подарок. Прислала мне его Галя. Ее канал называется Вязание на перемене. Я ссылочку на Галю, конечно же, оставлю. Переходите к ней. Она вяжет, на мой взгляд, просто шедевральные вещи, потому что она берется за крупные, сложные проекты. За которые у меня вот рука, наверное, бы не поднялась. Но я думаю, что если вы посмотрите Галя на готовые работы, вы поймете, о чем я говорю. Галя молодец. Мне очень нравится смотреть на ее канал. Эту посылку мы получили вчера. И на самом деле ее уже общупали все. И сын, в первую очередь, и даже мой муж проявлял к ней большой интерес. Спрашивал, когда же мы будем ее распечатывать. Сейчас мы будем ее распечатывать. Почему мы? Потому что это буду делать не я одна. Даня просто не разрешил мне распечатывать ее одной. Поэтому он будет в кадре. Он не будет, точнее, в кадре. Он будет рядом. Но именно он будет доставать эти сокровища из почтового пакетика. Я сейчас его вскрою. Так, да, давайте, наверное, Даня пока поздоровается. Всем привет! Да, Даня у меня такой активный. Так, сейчас мы вскроем. Я всегда боюсь вскрывать вот эти пакеты, чтобы, знаете, не навредить. Так, я уже вижу чуть-чуть красоты. Походу, там нитки есть. Да, там есть ниточки наши. Ниточки, да. Ну, сейчас. Так, оп, чуть не резанула. Осторожно, надо быть, осторожно. Посылка огромная. Два с лишним килограмма. И вот я сейчас открыла, да, вам приоткрыла. И сразу же этот пакетик я достану. А остальное уже нам Даня будет доставать, да. Ой, да ты что! Ха-ха! Какая красота! Так, сейчас мы посылку пока уберем. Даня пока что не ложит. Давай не будем шуршать. Это, это, это просто бомбический пакетик. Так, смогу ли я его открыть? Наверное, давайте я его порежу, чтобы просто вас не заставлять долго ждать. Это носочная пряжа Alize Comfort Sox Superwash. Так, сейчас я достану эти моточки. Я знаю, что Галя смотрит большинство моих видео. Я думаю, что и распаковки мои смотрела пряжи, в которых я говорила, как я очень люблю, во-первых, эту носочную пряжу. И говорила в том, что хочу себе большую коллекцию для того, чтобы как-то комбинировать, что-то придумывать, да. Не только однотонные цветные, да, но и, в общем, что-то придумывать, вязать какие-то араны, вязать просто красоту, красивую красоту. У меня, как всегда, при распаковке теряются слова. Я, как всегда, путаюсь, но я думаю, что вы меня простите, потому что восторг он переполняет. Эмоции меня переполняют. Давайте я буду рассказывать про характеристики. Так, ну я уже сказала, что это Alize Superwash Comfort Sox. Это носочная пряжа, 75% шерсти, 25% полиамида. Вот ее характеристики. Крючок 1-3, спицы 2-4. И я вяжу спицами 2,5. Так, 100 грамм 420 метров, но это классический такой носочный состав. Я думаю, что на самом деле эту пряжу знают все, хотя у нас же есть новички, которые только знакомятся с вязанием, которые знакомятся с рынком пряжи, и я думаю, что для них эта информация, возможно, будет важна. Эти ниточки характерны тем, что их можно стирать в машинной стирке, и они будут просто неубиваемы. Так, теперь давайте я пробегусь по номерам. Это, ну, белый, наверное, он представлен как белый, но на самом деле он такой молочный цвет, и это цвет 01. Дальше. Вы знаете, что у меня проблемы с названием цветов, поэтому 440. Вот такая расцветочка. Зеленый, я бы сказала, наверное, оливковый какой-то такой травяной цвет, очень красивый тоже. Номер 139. И такой рыжо-коричневый цвет. Ой, красота такая. Номер 433. Вот такие оттенки. Ой, я уже прям представляю, какие носочки я буду вязать. Плюс я еще детям хочу вязать, скомбинировать с пухом норки на зиму. Это мне тоже кто-то из девочек подсказал. И хочу действительно так попробовать. И вот мне почему-то хочется вот этот вот моточек для Алиски оставить, не знаю. Но это у меня как всегда, вот когда я вижу что-то такое новенькое, да, когда я распаковываю посылки, подарки, у меня сразу же возникают какие-то идеи в голове. Вообще не факт, что они именно так они будут воплощены. А вот этот моточек я вижу с аранами. Что-то такое красивое. Эх, супер. Так, я не знаю. Просто спасибо огромное Гале. Но мы сейчас еще будем дальше распечатывать. И я думаю, что мы еще не раз я это скажу. Давайте, Даня, доставай что-нибудь дальше. Мы пока что вот это... Так, это мое просто любимое. Сейчас я вам покажу. Я вообще блокнотный маньяк. На самом деле, это прям так. Но в последнее время я себе поставила такой блок. Я не покупаю себе блокноты уже несколько лет, наверное. Все потому что... Потому что у меня их много. Но я их как-то не умею использовать. Но в эти блокноты, вот в этот блокнот... Сейчас мы посмотрим, что здесь. Во-первых, это блок для записей магнитный. Я не буду распечатывать. Это на магнитике, да, на холодильничек. Повесить счастье здесь и сейчас. Эх, прекрасная надпись. И это, наверное, такой девиз по жизни. Мой сейчас в данный момент. Обязательно повешу. И будем отрывать что-то записывать. Это нужная вещица такая. И на самом деле, у меня есть такие блокнотики на холодильниках. Вот. Я ими пользуюсь постоянно. Спасибо. Так. И блокнотик. Так. Ага. Он такой красивый. Змеиный. Желто-зеленый. Переливающийся. Здесь, я так понимаю, просто... Листики в клеточку. Господи, где мои вообще слова? Вот. Прекрасный блокнот. Я думаю, что я обязательно найду ему применение. Еще закладка. Закладка, да. Но это стандартно, да. С блокнотиком идет закладка. Давай, доставай. Так. Что же дальше? Мои любименькие. Такие распаковочки. Да. Это очередной моточек пряжи. Слушайте. Это Ярнарт Росгарден. Это хлопок. Сейчас мы поговорим про него, да. Это вот эти бобинки. Они всеми знаменитые. От Ярнарта. Да. Я еще сейчас достану. Там еще есть такие. Да? Давай. Давай по очереди, наверное. Дань, по очереди. Давай мы сейчас про это сначала расскажем. Потом другое достанешь. Так. Это, конечно, фантастика. Я давно хотела попробовать вот эти крутилечки. И прикупила себе альпаку Ярнарта такой. А вот Галя мне подарила Росгарден. Это хлопок. Так. Давайте. По характеристикам. Вот здесь обозначение. Крючок 3. Спицы 2,5. И в моточке 250 грамм. Так. А метраж? Где нам найти метраж? Сейчас поищем. Вот. 100% хлопок. 1000 метров на 250 грамм. А почему-то я думала, что это не 100% хлопок. Так интересно. Ой, у меня фокус опять теряется. Ну, в общем, я в этих ниточках не сильна, потому что я их не пробовала. Я даже не знала, что это 100% хлопок. Как-то я упускала этот момент. Я знала, что это хлопковый состав, но... Вы знаете, вот у меня сейчас прям такое бурное желание что-то из него начать. Потому что это 100% хлопок. Это тоненькая ниточка. И мне безумно хочется начать какой-то процесс, чтобы я летом успела его поносить. Возможно, я это и сделаю. Посмотрим. Ну, такая, кстати, я не сказала, да? Ну, я думаю, что видно. Такая кофейная расцветка. Очень красивая. От темно-коричневого. Постепенно переходит в белый. И это номер цвета 308. Тактильно ниточка очень приятная. Вот давайте вот здесь вот вытащим, чтобы я посмотрела. Эй! Но она не такая тонкая. Мне кажется, чем-то похожая на Беллу. Почему ассоциация с Беллой? Да, потому что я только что закончила из нее процесс. И мне вот с ней сравнивать хочется. Очень прекрасный моточек. Так, давайте следующее. Даня. Да, они такие. Ты рассказывать будешь? Давай, рассказывай. Тут давайте снимаем нашу новенькую прикольную посылочку. Ага, здесь тут, к сожалению, кое-что произошло. Ладно. Так, сейчас я покажу. Здесь много всего. Да. На самом деле, прежде чем... Ай-яй-яй. Аккуратно. Да, тут рассыпалось. Смотрите. Вот здесь, знаете, здесь... Сейчас, Данюш, Данюш, подожди, сейчас. Сейчас я все покажу. Опа-па-па-па-па-па-па. Вот что-то уже падает. Вот. Так, ты не трогай, чтобы мы ничего не потеряли. На самом деле, Галя мне написала, да, и спросила. Точнее, сказала, что она хочет мне подарить вот эту потрясающую бобинку. И спросила, нужна ли мне она. Слушайте, это было очень неожиданно, во-первых. А во-вторых, ну как не нужна? Конечно, нужна. Это мой любимый, любимый, любимейший цвет. Любимая расцветка. И это твит. Так, я вам сейчас постараюсь как-то показать. Их, поймать наименование. Так, Crazy Niddles. Ах, давайте я вам подпишу все, что здесь написано. Название, да, артикул. Потому что я просто... Вам плохо вот так видно, а я не скажу. Потому что я боюсь напортачить с английским. Состав. 60% меренос, я так понимаю. 8% вискоза, 8% шелк, 23% ПА и 1% полиамид. 700 грамм... 100 грамм. 730 метров. И, по-моему, Галя здесь говорила, что здесь 400 грамм. И так же Галя вязала уже из этой ниточки другого оттенка. И она сказала, что в одну нить можно спокойно вязать. И, кстати, я согласна. Нитка не настолько тонкая, как это могло произойти. Очень потрясающе. Тактильно она такая, знаете, не мякиш такой. Но это все дело в пропитке. Конечно, мы знаем, как бобинную пряжу пропитывают. Сейчас, да, Даня, говори. Вот. Ну, такая прикольная ниточка. Вот, смотрите, даже зелененький видно. Да, это видовое вкрапление. Даня про это имеет в виду. Вот. Просто прекрасная бобинка. У меня примерно есть для нее план. Но об этом мы поговорим чуть-чуть попозже. Более осенью, наверное. И вот здесь, да, вы видите мусор. К сожалению, кое-что тут произошло. Галя внутрь вот сюда положила еще дополнительные подарки. Но мы все знаем нашу почту России. И, к сожалению, есть такой небольшой косячок у почты. Ну, ладно. В общем. Я расскажу. Ну, что ты хочешь рассказать? Ну, вот, кстати, вот глина для лица. Все? В общем, там внутри в конусе была поставлена вот эта вот баночка. И, к сожалению, видите, она немножечко откололась и подпачкала. Но, благо, слава богу, пряжу она не испачкала. Немножечко подпортила конус. Но я думаю, что в этом нет ничего страшного. Ну, и, конечно, так как глина засохла, есть вот эти вот мелкие... Еще у нас один сучий сучий. Да, мелкие... Мелкие вот эти... Глина засохла, и пылинки распространяются сейчас на весь стол, да. Вот. Очищающая маска для лица, тела, волос. Я очень люблю маски. Я ими пользуюсь постоянно. И спасибо большое. Это прекрасное дополнение в мою коллекцию. Я обязательно ей воспользуюсь. Спасибо. Также здесь под этой масочкой лежали еще подарочки, которые тоже выпали из пакетика. Здесь лежали такие пуговки, ракушки. Посмотрите, какие они красивые. Да, и к нам присоединяется третий оратор в это видео. У нас проснулась дочь. Ну, ладно. Будем втроем, значит, вести этот разговор. Вот такие потрясающие красивые ракушечки. Я очень люблю пуговки. У меня их не такое большое количество. А вот это, возможно, прекрасным станет дополнением к какому-то из наших образов, к моему или Алискиному. Обязательно. Также здесь говори. Вот нам еще дали скрепочки. Прикольные. Ну, может пригодятся. Вот такие прекрасные скрепочки. На самом деле эти скрепочки такие я люблю. Они применяются как и для фотографий, так же просто для прикрепления каких-то записей, для блокнотов. Даже не для блокнотов, а я частенько люблю прикреплять записи именно в подставку, где у меня хранятся крючки. Вот. Такое милое дополнение маленькое, очень-очень приятное. И так же в этой бобинке, в этом конусе был еще говори. Магнитик! Мы очень любим магнитики. У нас их, похоже, у ящика уже, да? Нет, но это особый магнитик. Это магнитик с города Нефтьюганск. Вот такой здесь человечек. Очень прекрасный, красивый. Дело в том, что это место, где живет Галя, да? Я так понимаю, насколько я помню, да, и разбираюсь, рядом с этим городом Галя проживает. Поэтому, да, это здорово. Мы, кстати, копим, как, наверное, многие магнитики из разных городов, и этот магнит пополнит нашу коллекцию. Отлично! Спасибо большое! Давай, Данюш, ускоряться, потому что Алиса не всегда будет такая спокойная. Так, все, здесь у нас еще бобинка и китенок, мягкая игрушечка. Так, да. Так, давайте. И еще здесь есть. И еще здесь есть. Давайте открывать. Давайте. Так, давайте я, наверное, вновь отрежу. Так. Не терпится, значит. Не терпится, да. Да, давайте сначала мы посмотрим внутренности. О, подарочки! Подарочки. О, кстати. Это китенок. И я думаю, что Галя вязала этого китенка сама. Она не так давно начала вязать игрушки. И, Галя, у тебя отличным образом получается. Очень красивый китенок, отлично просто получился. И я не знаю, если Данька у меня его не заберет, то он останется у меня. Но вообще, Даня очень любит мягкие игрушки. У Дани целый дом мягких игрушек, да. Это очень мило на самом деле. И очень как-то особо энергетикой, да, наполнена данная вещь. Потому что это вещь, связанная не мной, а другой мастерицей. И здесь, как я уже сказала, да, невероятная энергетика. Кстати, это не Dolphin Baby, да, не 120 метров на 100 грамм, а потоньше плюшек. Очень интересно. Спасибо большое, Галя. Так, и... У нас масло. Масло для волос, да. Из этой же серии, вот как только что показывали недавно, глину. Густое масло для волос. Очень здорово. Я люблю такие вещи, как я уже повторяюсь, да, наверное. Что, Даня? Кстати, я сейчас подгляну в пакет, там вас ждет сюрпризик. Вас или нас. Да. Наверное, нас ждет сюрпризик. Так, также в этом... Ну, сначала бобинка. Это не бобинка, это моточек, Даня. Ну, да. Юный блогер, да. Так, здесь лежали три моточка Alize Cotton Gold Tweet. Классный цвет, вот мой цвет, да, мы с Галей общались, что действительно голубой это мой цвет. Я очень люблю, и на протяжении всей жизни я его люблю. Вот, три мотка. Alize Cotton Gold Tweet, повторюсь. Так, и фокус. Вот, куда у меня делся, не делся. Так, давайте по характеристикам. 57% хлопок, 40% акрил, 3% полиэстер. Спицы 3,5-5, крючок 2,4. 100 грамм, 330 метров. Отличная ниточка, очень я ее люблю, часто из нее вяжу, и обязательно она найдет применение в моих каких-то процессах. Очень люблю ниточки, люблю твит, и очень-очень-очень рада. Спасибо большое, Галя. Так, там еще что-то есть, Даня? Да, и это наш сюрприз. Арбузовый цвет. Ого, смотрите, какая тут штучка. Это упаковка пряжи Alize Romantica. Я смотрела у девочек, последнее время она, эта пряжа, часто мелькает на экранах. И, насколько я помню, ее сняли с производства, насколько я помню. Так, а может быть я ошибаюсь. Это, по-моему, неравномерная ниточка. Да, вот смотрите, это такая фантазийная нить, где, видите, есть толстая, а есть тоненькая нить. То есть она неравномерная. Меланш Люрикс от Romantica, да, фирма Alize. Так, вот, смотрите, 8% металлик, 38% хлопок, 32% акрил, 22% полиамид, крючок 1,5-3, спицы 3,5-5. Ого, такое интересное, спицы толстенькие. Но это за счет, наверное, вот этих, да, больших, все-таки, ниточек. Так, какая же красота. 50 грамм, да? А, я не сказала метраж. Сейчас мы его найдем. Вот, 50... Если я правильно понимаю, да, 50 грамм, 250 метров. По-русски нету, нельзя? Да, 250 грамм упаковочка, просто отлично, спасибо большое. Номер цвета я назвала? Нет, не назвала, потому что здесь почему-то нет номера цвета. Он есть на упаковочке. Так, это номер 50887. Я уже не буду упаковочку доставать, да и не уберется она, на самом деле, у меня здесь. Я сейчас обратила внимание, что у меня куда-то теряется фокус. И я извиняюсь, если на протяжении видео он куда-то терялся. Вот, такая нить. Я на самом деле думала почему-то, что это 100%, ну, не 100% акрил, да, а здесь меньше натурального состава. Но здесь есть хлопок и в достаточно хорошем количестве. И у меня за эту ниточку тоже ручки теребят что-то начать. Это у меня всегда так бывает. Я думаю, что это у всех так бывает, да, что когда ты видишь новую пряжу, тебе хочется, хочется уже из нее что-то повязать. Вообще, на самом деле, я люблю фантазийные пряжи, но у меня не так много их в запасах. Поэтому из этой ниточки обязательно что-то придумывается. Либо мне, либо Алисику. Хороший метраж, отличный метраж, я бы даже сказала. И хороший вес, да, то есть 5 моточков мне обязательно хватит на целое изделие. Либо на футболочку, либо Алисику даже на какое-то платьице. Ну, я думаю, что мы об этом подумаем в следующий раз. Все? Пустой пакетик? Да, пустой. Пустой пакетик. На самом деле, когда мне Галя написала про то, что она мне хочет отправить, давайте самое такое ценное в кадр, то, что она мне хочет отправить бобинку, я была невероятно счастлива, потому что, во-первых, человек отметил мой канал, да, во-вторых, она отметила именно, что, ну, следит за моими видео, следит за моими словами, и то, что я именно люблю этот цвет. Спасибо тебе, Галя, просто невероятное. И когда я узнала, что мне пойдет эта бобинка, я была уже невероятно счастлива. Но когда я увидела вес этой посылки, а тем более сейчас, когда я увидела просто, что эта посылка такая громадная, что в ней столько всего много, просто ты растопила мое сердечко. Спасибо тебе огромное. Здесь просто столько много энергетики. Как я уже сказала, это невероятно приятно, получать подарки, и невероятно приятно еще от того, что человек действительно следит, человек видит, что тебе нужно, и, наверное, прислушивается, да, к моим каким-то таким внутренним запросам. И каждый цвет, каждый артикул, который мне подарила Галя, каждая мелочь, вот, да, вот, даже вот, тут они у нас скрылись, пуговки и прищепочки, да, но каждая такая мелочь, она очень дорога и очень цена для меня. Еще раз большое спасибо. Спасибо. Да, спасибо. Вот. Вам я говорю большое спасибо за то, что посмотрели данное видео до конца. Пишите в комментариях. Кстати, знаете, я бы что послушала, пробовали ли вы вязать из вот этого твида, и пробовали ли вы, вязали ли вы что-то из Элизе Романтика, потому что, ну, из всего остального я, в принципе, представляю, что вязать, да, и я уже Cotton Gold использовала, Comfort Socks тоже пробовала. Rose Garden я не пробовала, но, в принципе, это стопроцентный хлопок, и я найду ему применение. А вот здесь мне бы было очень интересно послушать ваши отзывы на эту пряжу, и также, может быть, посмотреть, что же вы из нее вязали. Да, Даня? Это напишите в комментариях, делали ли это уже вы из этого моточка. Моточка. Пряжи. Пряжи, да, юный блогер, как он хочет завести канал просто. А мамка злая, не разрешает, говорит, не раньше 12 лет. Поэтому он вот так вот периодически в мои видео подлезает, но здесь я ему уже запретить, конечно, не могу. Будем заканчивать это видео. Еще раз огромное спасибо Гале. Невероятное огромное спасибо. И спасибо вам за то, что посмотрели данное видео до конца, за то, что остаетесь со мной на канале. Я желаю всего вам самого светлого, доброго, тепла, любви и удачи. И всем пока-пока-пока. Увидимся с вами в следующих видео.